друзья всем привет джуга виталь на связи давайте кратко разберемся с тем что у нас происходит на криптовалютном рынке сегодня посмотрим bitcoin решим каких краткосрочных движений если не срочных движений нам стоит ожидать от этого актива сразу хотел бы внести такую корректировку я уже в своих видео об этом рассказывал но все же краткосрок для меня это до недели среднесрочные перспективы я рассматриваю от месяца ну и где-то до трех далее уже долгосрочно соответственно прежде чем мы с вами разберем краткосрочную ситуацию давайте вспомним то что я рассказывал по своему видению в прошлом выпуске нам сейчас покажет уровень 4 100 4 150 и опять дампанут на 3 750 вот на этот уровень и там уже консолидировать потому что там проходит глобальная поддержка поэтому краткосрочно сейчас я не советую не входить не выходить из актива выходить из актива есть смысл на уровне 4 тысячи 100 долларов напоминаю что это биржа секс биржа на которой я торгую там немного различаются цены и ссылку на эту биржу можете найти в описании теперь для тех у кого возможно остались вопросы на данный момент я рассматриваю краткосрочное движение в уровне 3 900 4 100 соответственно болтаемся в этом уровне возможно нас немножечко закинут выше но все равно дорогу я вижу уже в среднесрочном уровне на уровень 3 750 в общем-то краткосрочный прогноз отыграл но здесь не все так просто давайте посмотрим какие краткосрочные варианты мы еще здесь можем рассматривать давайте сразу возьмем часовой таймфрейм соответственно как вы можете видеть вот нас максимум закинули до уровня 4100 долларов от этого у нас пошел слив слив у нас с вами пошел до уровня 4000 долларов 4000 долларов это у нас верхняя граница предыдущего канала накопления на данный момент он выступает поддержкой поэтому краткосрочно локально можно ожидать небольшой отскок плюс объемы которые здесь начали откупать не такие уж серьезные и у нас еще есть сопротивление на уровне 4100 которые опять же краткосрочно мы с вами навряд ли будем пробивать взяв дневной таймфрейм мы с вами можем видеть угасание объемов да и в принципе по графику можно наблюдать то что когда мы с вами подходим к сопротивлению глобальной фазы накопления у нас с очень волатильность уменьшается но определенно здесь видно то что покупателя но покупатель есть но его не так много как бы хотелось поэтому вполне логично уже в среднесрочной перспективе ожидать ну вот хорошая поддержка к уровню 3750 думаю здесь мы остановимся на небольшой отскок но если рассмотреть глобальную поддержку то у нас где-то напрашивается вот этот уровень это уровень ну 3600 3650 плюс минус вот сюда мы можем средний срок спокойно ожидать актив пойдем ли ниже пока что говорить нету смысла потому что мы должны в процессе увидеть насколько у нас будут откупать этот уровень все-таки фаза накопления у нас с вами довольно адекватная получается пошел уже третий месяц и в глобальном плане здесь уже напрашивается какие-то резкие движения рассматривая недельный таймфрейм мы можем с вами наблюдать довольно аккуратную проторговку это не та проторговка которая была на уровне 6 тысяч долларов где постоянно пытались закинуть актив здесь видно то что объемы как на покупку так и на продажу гораздо ниже но и определенно рынок сейчас ждет спекуляции которые будут уже его как-то толкать либо выше либо ниже утверждать то что дно пройдено ну еще конечно рано но можно определенно сказать то что уровень но это 3200 3300 мы с вами не будем прошивать прям насквозь в любом случае если у нас будут какие-то резкие манипуляционные спекуляционные движения мы в любом случае будем этот уровень отторговывать но пока что я считаю что рассматривать этот уровень довольно таки рано думаю надо остановиться на уровне 3500 3600 3650 я думаю там будут довольно неплохие точки входа дать посмотрим с вами трендовые индикаторы так открываем сразу 4 часа ну собственно говоря как я говорил краткосрочно здесь можно ожидать небольшой отскок по mcd ну я мне сказал что здесь прям какие-то предпосылки к серьезному развороту скорее это боковик и мы сиди дает возможность посмотреть чуть чуть подальше здесь какого-то явного пересечения не наблюдается поэтому определенно здесь выше чем 400 краткосрочно даже можно не ждать вероятнее всего это будет небольшой совсем локальный рост и уровень 4 950 до краткосрочно мы с вами ожидаем 4 950 оттуда будем смотреть на дневках среднесрочно ну явно выраженный уровень 3 750 плюс явная перекупленность определенно будем ожидать здесь актив вообще вот эти вот все входы вот этот вот каждый рост он очень похож на набор позиции в шорт аккуратный такой техничный набор позиция новостям тоже ничего особо интересного нету поэтому для меня тут наиболее вероятная ситуация это среднесрочно 3 750 краткосрочно ну может вообще небольшой рост уровня 450 ну навряд ли выше ну 480 и возврат к уровню 3 950 надеюсь как обычно был вам полезен оставляйте свои лайки оставляйте комментарии если не подписаны на канал обязательно подписывайтесь работа